сегодня к нам на ремонт принесли вот такой вот триммер профи фирмы профи вот причина обращения триммер не заводится мы провели диагностику посмотрели все системы зажигания искра нормально посмотрели глушите все чисто посмотрели фильтр все нормально и в итоге дошли дошло дело до карбюратора и причину мы все-таки нашли а именно сейчас его разберу и заодно небольшой такой видео про карбюраторы получится и очень часто такая проблема у людей я думаю все таки встречается триммер после зимнего хранения вот то есть он весной вот вот этим году еще вообще не работал откручиваем 4 винта задних вот этих вот и снимаем вот эту часть вот это вот нам пока не надо здесь мембранку аккуратненько убираем здесь вот мы вот эту часть уже убираем и нам надо этот винт открутить бывает проблема в том что игла присыхает весь вот это вот это иголочка она присыхает вот так и бензин просто не может попасть в эту камеру достаточно просто нажать вот сюда игла отлипнет и все и бензин будет нормально проходить но здесь проблема чуть-чуть поглубже принцип как бы тот же но проблема немножко поглубже а именно коротко аккуратненько не потеряете никакие вот эти вот вещи пружинка должна быть лапка вот такая вот и . вот а именно вот здесь вот у нас стоит резиновый клапан вот его отсюда хорошо видно вот он после зимнего хранения может просто присохнуть и как бы вы не дергали пытались завести ничего не будет вы будете под свечку заливать бензин она будет заводиться но только вы попробуйте завести ее самостоятельно она не заведется берем такую маленькую проволочку тоненькую главное чтобы она была не острая клапан нельзя повредить и изнутри вот отсюда мы ее просто вот сюда вот аккуратненько вытаскиваем вот он видите клапан вот здесь он был присохший на я просто уже его разбирал вот и теперь мы его на место туда аккуратненько опускаем вот так вот он нормально у нас там прямо лежит так теперь мы осуществляем обратную сборку после того как клапан поставили нам найти поставить его берем пружинку аккуратненько и сюда ставим вот берем вот эту часть вот она у нас лапка сюда пускаем вот так вот иголочку и теперь вот так вот и волку сюда и прижимаем пружинку нашу закручиваем очень аккуратно чтобы ничего никуда не улетела или работайте какой-то очень чистой пространством чтобы вы могли все найти вот лапка работает отлично теперь мы берем вот эту часть устанавливаем сюда на место мембрана устанавливаем на место эту часть и с мембран уже вот эту часть все это дело скручиваем вот видите одна минута делов я уверен подавляющее большинство людей меняет карбюратор вот соответственно расходы на обслуживание триммера уже увеличены в разы получаются вот прикрутил я так все и прикручиваем его теперь к триммеру берем прокладку время на место берем нашу крышку гайки с болтами вот так вот получилось у нас и прикручиваем теплоизолятор у меня в данном случае под обычные стандартные обычную стандартную отвертку каждого у вас может быть под шестигранник на 4 прикручиваем подтягиваем накидываем шланги черный с фильтром у нас вливаем его на дальний патрубок и обратку на 1 я уверен винт этот уже раскручен человеку пытался что настроить раскрутил вот сейчас мы пойдем сейчас соберу пластик сразу соберу ведь весь корпус как он должен быть и потом еще с вами пойдем его заведем и сделаем подстройку подписывайтесь на канал заходите на мой сайт look to точка ру всем удачи а вот он наш триммер профи на котором мы с вами разбирали карбюратор и там был залипший клапан мы его с вами отлепили так сказать прочистили промыли сейчас мы его заведем послушаем и может быть подстроить понадобится производим запуск заводится но мощность маловато сейчас мы чуть-чуть чуть-чуть вот закрутим вот этот винт и у нас появятся обороты повышенные что-то на пилу да вот сейчас принципе нормально единственное смотрите повнимательнее совсем не обедняйте смесь иначе может задрать поршневую все всем удачи пока